Первое заседание клуба молодых директоров школ прошло в горках десятых, а идея его создания родилась в Назарьево. Именно здесь и было решено провести встречу руководителей образовательных учреждений с представителями власти и политической элиты Московской области. Есть молодые директоры, вновь назначены, у них много идей, много планов, потому что они немножечко перестраивают ту стратегию своего образовательного пространства. И они хотят, Лариса Евгеньевна, с вами посоветоваться, поделиться с мыслями, с идеями, чтобы вы подсказали им где-то, поддержали, направили в нужное русло. Участники клуба рассказали гостям о своих успехах и достижениях, а также поделились планами на будущее. Лариса Лазутина поддержала клуб молодых директоров, одобрила их желание выйти на региональный уровень и объединить под своими знаменами руководителей школ разных образовательных округов. А вы молодые, одаренные, мне кажется, у вас еще, знаете, такой вот, есть огонь, это очень важно. Вы быстрее на подъем, более такие все продвинутые. Клуб «Три ОС» – это шестерка молодых руководителей. Они были назначены на свои должности примерно в одно время и столкнулись с одинаковыми трудностями. Так родилась идея объединиться и вместе решать сложные задачи. Самое главное – это вот стала взаимопомощь друг другу в различных вопросах. Если вы знаете, у нас как бы прям даже сектора есть, да, кто-то отвечает за нормативку, это я, допустим, кто-то отвечает за сферу закупки, кто-то отвечает за рипы. То есть, ну вот как-то вот так, как-то вот мы просто все сложились и сдружились уже. И нам действительно намного легче и проще решать какие-то проблемы. Потому что вместе, сообща, они уже не так, наверное, становятся не такими глобальными для себя, когда ты одна. В системе образования происходят изменения, очень быстрые, интенсивные законы об образовании, вносятся изменения. Другие законы, которые непосредственно влияют на систему образования, меняются. Тот же закон 44 о госзакупках. И директору нужно иметь многими умениями, компетенциями, чтобы со всем справиться. Одному это чрезвычайно сложно. И, вступя в клуб, вопросы начали решаться быстрее. Вот эти мозговые штормы, которые у нас проходят, помогают решать кучу проблем. И если где-то у меня западает, клуб мне помогает решить проблемы быстрее. Ну и вот сейчас, в частности, работаем над региональной инновационной площадкой. И надеемся, у нас это получится. Члены клуба собираются раз в месяц за этот год. Они подружились и стали настоящими друзьями. В сложных ситуациях каждый готов подставить плечо другу. На самом деле, быть директором школы – это очень большая ответственность. Это действительно нелегко. И то, что мы друг у друга есть – это большая поддержка. И возникает много разных вопросов, которые требуют ни быстрого, ни медленного реагирования и принятия управленческих решений. Поэтому как здорово, когда у тебя есть друг, когда у тебя есть подруга, которому можно позвонить в любой момент и проконсультироваться, спросить совета, а возможно даже и вместе обсудить какой-то вопрос. Шесть директоров, каждый в чем-то талантлив. Совершенно разные мы все. Кто-то юридически подкован, кто-то экономически. И этот союз, это сообщество очень полезно было всем. Встречи у нас проходят по-разному всегда. Иногда мы собираемся действительно экстренно, когда какая-то проблема, ее надо решить на базе какой-то из школ. И садимся за стол и решаем так называемый мозговой штурм. Иногда мы встречаемся в неформальной обстановке и тоже обсуждаем какие-то возникающие у нас проблемы. Ну и иногда мы куда-то выезжаем тоже и решаем тоже. Все равно мы завязаны на школе и мы обязательно говорим о школе и о своих проблемах. И находим пути решения. Клуб молодых директоров ТРИОС, возможно, вскоре станет региональной инновационной площадкой, на базе которой руководители школ смогут обмениваться опытом, создавать новые проекты и повышать рейтинги своих учебных учреждений.